Всем привет ребята, с вами Маша и сегодня у нас новое видео, я стараюсь выкладывать видео каждый день, и у меня получается время, нежда. И сегодня у нас видео тоже, я думаю, что полезное, это видео, что делать, когда скучно, когда вам скучно, когда нечем заняться, вы можете использоваться этим списком дел, вот, тут будет 25 идей, чем заняться, когда скучно. Приятного аппетита. Первая идея, чем можно заняться, это сделать табличку на дверь. Это такая табличка, когда ты вешаешь на дверь, что вот сейчас можно заходить, а потом переворачиваешь и нельзя будет заходить. В интернете есть множество таких табличек, вы можете взять и сделать какую-нибудь похожую. Ну а я решаю обновить свою табличку на дверь, и вы можете посмотреть, как я это делаю. Субтитры сделал DimaTorzok Вторая идея, можно сделать украшение своими руками. Я так сделала уже очень много украшений, как вы могли видеть, из бисера, я не знаю, с чего там еще делают, из глины, тоже колечки всякие. Вот, я считаю, что это тоже очень интересно и стоит попробовать. В интернете также есть очень много идей, чего можно попробовать, какие украшения можно сделать. Так что, можно начать. Третья идея, можно почитать книжку, это тоже может быть очень интересно, и я думаю, что у всех дома есть книжки какие-нибудь, а если даже нет, то можно найти в интернете, это не проблема. Я читала тоже книжки, и сейчас я читаю книжку вот такую, Манюня, это вторая часть, была также первая. В общем, очень интересно, очень круто, и может я когда-то сделаю видео про все книжки, которые я читала, потому что я их читала, у меня есть запас книжек. Берем нашу сковородку и ставим на плиту, и плиту включаем на среднюю мощность, на пятерочку у нас эта. Ну, что узнали? Это мой кулинарный влог, а точнее, где мы с папой готовили, у меня есть отдельный плейлист кулинарных влогов. И следующая идея, как вы уже догадались, это что-нибудь приготовить. Мне кажется, это тоже будет круто. Пятая идея, устроить фотосессию дома. Или может не дома, если у вас есть силы куда-то выходить. Просто вбиваем в пинтерест фото дома и повторяем. Шестая идея, можно украсить комнату. Как хотите, серьезно. Есть столько разных туториалов, как можно украсить комнату, и допустим, к Хэллоуину я вот, например, тыкву сделала. Седьмая идея, можно просто посмотреть фильм. Найдите какой-нибудь ваш любимый фильм, или какой-нибудь новый, или сериал. В общем, что-то посмотрите, мне кажется, это тоже интересно. Можно отправиться в онлайн-путешествие. Конечно, путешествие в жизни это намного круче, но когда нет денег или нет возможности, то можно просто открыть гугл-карты, нажать на любую страну или город, который вам понравится, читать про него интересные факты и смотреть картинки. Девятая идея, можно устроить себе онлайн-шоппинг. Тут, я думаю, слишком долго ничего объяснять не надо. Просто заходим на Озон или Валдберрис, выбираем понравившуюся вещь, это может быть что угодно, и просто покупаем. Делаем себе шоппинг, только онлайн. Можно заняться спортом. Тут, я тоже думаю, все понятно. Просто включаем какую-нибудь тренировку и просто тренируемся. Проверьте какой-нибудь туториал. Допустим, возьмем туториал по макияжу, хотя это может быть любой другой, и просто проверяем его, насколько он хороший, годный, понятный. Почистите свои гаджеты. Разгадайте какой-нибудь кроссворд. Мне кажется, еще прикольно разгадывать кроссворды, когда они по какому-нибудь любимому фильму или сериалу. В общем, мне кажется, это тоже интересно и прикольно. Начните изучать новый язык или продолжите учить старый, потому что я думаю, эти знания лишними никогда не будут. Переведите свои любимые иностранные песни с иностранного языка на свой русский или на свой родной. И так вы будете понимать, что там поется. Сделайте видео из лучших моментов в своей жизни. Я уже делала такое видео про мое лето. В конце года я думаю, что я сделаю видео про мой 2023 год. И я считаю, что это очень даже прикольная идея. Поменяйте аватарки в своих соцсетях. Смените обои в гаджетах. Найдите какие-нибудь красивые картинки и поставьте туда на обои. Напишите себе письмо в будущее. Где-то, наверное, чуть больше года назад я писала себе такое письмо и ставила себе цели. И они уже все выполнены. Так что я думаю, это будет вам интересно почитать потом через какое-то время. Посмотрите музыкальные клипы на свои любимые песни. Помедитируйте. Иногда это очень помогает разгрузиться в тревожные моменты. Нарисуйте открытки друзьям и родным. Ну а почему бы и нет? Приятно, прикольно. Я, кстати, когда-то вела такой блокнот. Скрапбукинг, наверное, больше, чем открытки. Вот. И мы даже какие-то странички вместе оформляли. Но это было, на самом деле, очень давно. Заключительная и достаточно интересная идея на сегодня. Это пройти какой-нибудь тест в интернете. Их бывает разное множество. Я решила пройти тест на факультет, как в Гарри Поттере. И еще кое-какое. Я думаю, что это будет очень даже интересно и прикольно. Можно даже снять видео, где я прохожу всякие тесты в интернете. Мне кажется, это тоже будет прикольно. А теперь поздравьте меня. Я Пуффин Дуй. Классно. Но я хотела Гриффиндор. Ну, ладно. Теперь это тест на то, какое будет мое будущее. Здесь я просто тоже отвечаю на вопросики. И потом мне выдадет результат теста, какое у меня будет будущее. В общем, с моим будущим все нормально. Жизнь будет насыщенной, а старость будет спокойной. Это хорошо, ребят. Это хорошо. Что ж, ребят. Ну, а на этом было все. Если вам понравилось это видео и я вам чем-то помогла, то не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Ну, а с вами была, как всегда, я Маша. Всем удачи. Всем пока. До новых видео.